Так, мы очень давно не делали прикольных сборок и особенно на AMD, поэтому давайте сегодня порадуемся за лагерь красных, у меня сегодня есть и красный процессор и красная видеокарта. Я не говорю, что сборка будет самой сбалансированной, но мы собрали то, что было у нас в студии и то, что мы хотели протестировать в маленьком, дешевеньком корпусе. Поэтому погнали. В корпус Cougar MX330G вставляем материнскую плату от MSI B450M Mortar. Процессор AMD Ryzen 5 2600X с боксовым кулером на нем. Оперативная память классическая Kingston Fury на 16 ГБ, базовая частота 2400 МГц. Видеокарта MSI, вариант Mesh 2, это Radeon RX 570, SSD-шник мы ставим от компании Western Digital Blue на 500 ГБ. Недорогой блок питания, ссылка в описании, подключаем кабели и… и он работает! Работает, шерманка! Осталось картинку дождаться. Сразу после запуска системы я прогнал Time Spy, получилось 4100 баллов, будем считать, вполне себе неплохой результат. И… это у нас на 2600X, это у нас RX 570, да, все четенько, все четенько. Но мне больше интересно, что у нас получится в играх, поэтому для начала запустим PUBG. На самом деле намного интереснее узнать, какая производительность в играх. Ну и я, конечно же, запустил игру, в которую я постоянно играю. Это игра победитель в номинации шнобелевской премии года за оптимизацию, и у нас здесь получается порядка 90 FPS на комфортных для меня настройках. Что такое комфортные для меня настройки? Давайте посмотрим. Это Full HD разрешение, это среднее сглаживание, ультра текстуры и абсолютно все остальное на очень низком. Мне нравится и качество графики, и FPS, которое получается. И давайте не забывать о том, что PUBG слабо оптимизированная игра, и здесь очень много что ложится на процессор. А у нас все-таки 12 потоков. Ооо, Сидж, Сидж идет хорошо, на очень высоких настройках, выше здесь некуда поставить. На улице получается 80-85 FPS, мы будем считать в среднем 85 FPS, при этом, ооо, привет, при этом в помещении, когда я играл в защите, получалось 110 FPS в среднем. Так что абсолютно играбельно, вот это ты глянь, вот это крыса, вот это крыса, ненавижу тебя. Я захотел запустить Battlefront 2, потому что эта игра изначально оптимизирована под железо AMD. Если кто-то был не в курсе, каждый тайтл перед его выпуском отдается заранее компании либо NVIDIA, либо AMD, для того, чтобы код этой игры оптимизировать под какое-то конкретное железо. Если игра отдается NVIDIA, конечно же, игру стоит ожидать лучше работающую на NVIDIA. Если игра отдается AMD заранее, то будет лучше работать именно на AMD. И именно с Battlefront 2 получилось так, что выбрали компанию AMD. Так вот у нас как раз AMD процессор, AMD видеокарта, и почему-то я на самых высоких ультра настройках получаю 75 кадров в среднем только на Full HD разрешении. Ребят, ну давайте вот серьезно, смотрите, специально показываю Full HD разрешение, часто обновления у меня попытаемся сделать максимально неограниченной, в принципе, как и было, вертикальной синхронизации нет, и все на ультра. И какого-то черта у меня получается всего лишь 75 кадров в среднем. Ну как, как, как? Я бы еще понял, если в VQHD разрешение было, и у меня было 75 кадров, а так это какие-то Full HD, 1920x1080. На таком разрешении уже мониторы, не сказать, чтобы совсем не продаются, но еще немножко и продаваться не будут. Ну хватит меня убивать, я обзор снимаю. Ну да, я согласен, что вот из-за большого количества частиц, из-за большого количества огня, лазера на конкретно этой карте я получаю примерно на 5-10 FPS меньше, чем я играл на предыдущей карте. Ну, это наконец-то та самая игра, в которую можно играть на этом железе, просто потому что Dota может запустить абсолютно все. Я, конечно, сейчас уже слишком сильно прикалываюсь, просто я больше любитель Intel и Nvidia, и меня по-любому сейчас в комментариях заклюют, но 180 кадров на самых высоких настройках в игре, это все-таки здорово. А тут и в 4К разрешение можно играть на любимом огромном телевизоре, а наш телевизор всего лишь на Full HD, ну, это в принципе не проблема. Инвокер выглядит потрясающе, люблю смотреть на то, как выглядит мой любимый персонаж в игре, вот прям очень люблю смотреть на это, очень классно, прям красивый, вот то, что мне нужно от него, то, что он красивый. Так, ну, я за инвокера уже, конечно, наигрался, мне сейчас очень интересно узнать, какие получились температуры у железа. Процессор прогрелся максимально до 62 градусов, так мне говорит AIDA64. Где у меня GPU-Z? GPU-Z мне говорит о том, что видеокарта прогрелась у нас максимально до 74 градусов по Цельсию, и в принципе это не сильно большие температуры, учитывая то, что на вдув у меня ни единого вентилятора не стоит, просто потому что в корпусе их нету, есть только один вентилятор на выдув. Процессорный кулер у нас не классическая башня, а стандартный кулер от AMD, который непонятно откуда берет воздух, и честно говоря температуры какие-то очень невысокие получились, я даже удивлен. Моя система получилась не самой сбалансированной, как минимум, потому что блок питания здесь на 1-2 кВт, а сюда в лучшем случае на 600 Вт стоит ставить, то есть переплата огромная получается. Вы свои варианты сборки можете написать в комментариях, я думаю много кто смотрит это видео, будет очень полезно посмотреть варианты других людей, а мой вариант, который я вам советую купить за свои деньги, в описании этого видео. И там не вот это вот, а чуть-чуть получше в моем понимании. Короткий итог по сборке, это отличная машина получилась для именно киберспортивных игр, для того, чтобы купить себе игровой монитор на 120 либо 144 Гц и на ультра настройках в них играть. Хотя, конечно, в киберспортивных нужно понижать меньше, чем ультра, но не суть. Counter-Strike, Siege, PUBG, все это запускается просто божественно и абсолютно беспроблемно можно играть на такой машине. 570 видеокарта не самая производительная, но при этом 2600X может вытянуть значительно более производительные видеокарты, а это, грубо говоря, заделка, по мне, наперед. Когда деньги будут, тогда купите более производительную видеокарту. Прожимайте лайк и подписывайтесь на наш канал, это мотивирует не только делать крутые видео, а еще и учиться играть на инвокере. Меня зовут Руди, встретимся в следующих наших видосах.